Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китай и Монголии вновь в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Анастасия Москвитина. И сейчас я познакомлю вас с новостями из Приангаря за минувшую неделю. Здравствуйте! Учившим летать металл. Кинопремьера с таким названием состоялась в Иркутске. Фильм о Михаиле Миле и Николае Камове, авиаконструкторах и наших земляках. Подробнее в сюжете. Михаил Мель и Николай Камов, создатели винтокрылых машин, навсегда изменившие ход истории. Даже привычное уже для нас слово «вертолет» было придумано Николаем Ильичем. Фильм «Учившим летать металл» посвящен памяти наших выдающихся земляков. И надо сказать, он никого не оставил равнодушным. У меня очень хорошее, теплое впечатление осталось от фильма, а показывать его будут, я думаю, не только в нашем городе и нашим школьникам. Его захотят увидеть многие люди, которые любят историю, которые всегда интересуются тем, почему и откуда истоки того или иного уникального явления. Ведь Эмили Камов – это уникальность для мира, не только для нашей страны. Таких уникальных людей в Иркутске очень много. Было, есть и будут. И у любого города самое большое богатство – это его жители. Кадры Иркутска с высоты полета железной птицы, архивная видеохроника и процесс создания и воздвижения памятника авиаконструкторам. Кино объединяет в себе прошлое и настоящее, при этом оставляя вдохновение для будущего. На мой взгляд, очень важно нам сейчас масштабировать его показ, показывать, особенно младшему поколению, детям, которые учатся в школе и вообще всем людям. Потому что, мне кажется, вот наша жизнь в Иркутске, в нашей стране заключается, прежде всего, из-за любви к своей стране, к своей родине, к малой родине, городу. Михаил Миль и Николай Камов – люди, прославившие свою малую родину на весь мир. И таких людей, чью историю стоит рассказать, в Иркутске много. На вопрос, хотели бы вы продолжить проект о выдающихся земляках, режиссер Юрий Дорохин отвечает так. Ну да, конечно. Мне было бы это интересно. Рассказывать о городе, рассказывать о тех людях, которые здесь родились, которые реализовывались, так или иначе здесь, и, может быть, уезжая куда-то, но, тем не менее, сохраняя свои отношения с этим городом. Они сохранили память о городе. И город ответит им взаимностью. Элина Собейникова, Константин Синицын. Программа «Середина земли». Иркутск. Это были новости Иркутской области. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Бурятии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы «Середина земли» в студии телеканала ТВКОМ Елена Краснопеева. И сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Бурятии за минувшую неделю. В Бурятии прошел международный буддийский форум. В течение трех дней гости из 15 стран обсудили различные вопросы. А также заключили соглашения в сферах образования, туризма и медицины. Помимо этого, монахи провели молебен в Иволгинском дацане. Все подробности расскажем в сюжете. Второй день международного буддийского форума прошел в Иволгинском дацане. В храме Сакчен ламы и монахи из 15 стран провели молебен Бурхан Бакшин Мактал. Этот хурал посвящен восхвалению Будды Шакьямуни и его учеников. Проводят его один раз в год, когда собираются обсуждать послания хамболамы Этигелова. Сюда приезжают монахи, ученые, деятели культуры и спорта и вообще все желающие со всего мира. Об одной из важнейших тем буддизма, которая на сегодняшний день объединяет многих людей, рассказал нам генеральный секретарь Международной буддийской конфедерации. «В современном мире мы наблюдаем некоторую обеспокоенность нынешними волнениями по всему свету. Именно поэтому, благодаря буддизму, мы хотим получить решение для определения мира по всему миру, для обретения мира и спокойствия». После хурала гости форума могли воочию увидеть важнейшую святыню буддийского мира – нетленное тело 12-го пандита хамболамы Этигелова. В этом году ему исполняется 172 года. Уйдя в нирвану, он пребывает где-то на грани между жизнью и смертью. Поэтому рядом с годом его смерти ставят вопросительный знак. Никто не знает наверняка, умер ли Этигелов в привычном понимании. «Этот феномен больше духовный, чем физический. И люди, которые занимаются медитациями, йогой, они на более глубоком уровне могут понять непосредственно само существование этого феномена через глубинные пути сознания. В Индии считают, что первая реинкарнация хамболамы была как раз там. И сейчас планируются исследования насчет перерождения души». Чуть позже состоялось планерное заседание конференции «Феномен 12-го пандита хамболамы Даши Даржи Итигелова». На заседании отметили, что, вдохновляясь действиями великих лам, необходимо соблюдать нравственность, независимо от места, в котором находится человек. Это важно для обретения гармонии в сознании и создания мира в обществе. Всего в этом году на международный форум съехались представители из 15 стран. С учетом всех панельных сессий, общее количество участников составило более трех тысяч человек. Среди них, конечно, и наши соотечественники. «Тут так прекрасно принимают, и погода, и люди. Все очень тепло и здорово. Спасибо». Олеся Цыкина, Середина земли, Бурятия. 110 дней в пути на лошадях. Два казака решили пройти из Кургана до Улан-Батора пешком. Международный конный поход они посвящают победе на Халхенголе. Что везут они на монгольские земли и какие чудеса происходят спутниками в дороге, узнала моя коллега. Снаряжаемся в дальний поход, запрягаем коней. Мы с бедою один на один не бросаем друзей. Чтобы легче был путь, помолись на дорожку, отец. Мы на помощь идем, там затронуты вера и честь. «В общем, у нас, походу, волки прямо перед нами. Вот, давай это, вперед только стритый, боком лошадь поверни, стреляй как бы зад, чтобы ей уши не глушить». Поход для казаков Сергея и Рустема и их длинногривых напарников «Звезды и Дымки» начался еще в апреле. Позади три с половиной тысячи километров. Сейчас мы находимся в начале Байкала, мыс Шаманский и продолжаем свою дорогу на Улан-Удэ. А там и до Улан-Батора рукой подать финишная прямая. Идея этого конного похода в честь победы на Холхенголе принадлежит казачьему генералу Валерию Попову, добравшемуся на коне в одиночку до Франции из Кургана, покойному отцу Сергея. «В молитве при Святой Богородице Порто-Артурской четко, ясно говорится, что нужно ее слушать для того, чтобы не поиметь позор. Жуков эти выводы сделал, и Жуков с этой иконой был на Холхенголе и победил японцев. То есть это была, по сути, такая ответочка. Сейчас эта икона, ну мы уже в дороге, если честно, об этом узнали, сейчас эта икона, как по велению Богородицы, вообще первый раз идет по России». Они везут с собой две иконы, на второй – Далматый Сецкий, единственный канонизированный казак. Сами путники удивляются, что всю дорогу их сопровождает вода. Иногда приходится менять маршрут. Неизменным остается радушие встречающих, их простота независимо от региона. «Мы зашли в эту деревню, встали перед храмом, поскольку мы несем святыни, то есть как бы, ну, сказали людям. Для нас открыли храм, вот, просили, чтобы мы сами ударили в колокол, собралась вся деревня, вот, мы, то есть, как бы, естественно, достали свои иконы. Сами, то есть, как бы, Сергей как раз, то есть, он знает, как служить молебен. Служили молебен, вся деревня вышла, мы сели верхом на наших коней, люди взяли иконы в руки, по очереди слили эти иконы, и вся деревня прошла крестный ход». В Бурятии казаки встретились с Хамболомой. Он назвал этот поход историческим моментом. А в Доме дружбы народов всадникам пожелали белого пути, мира и помощи Всевышнего. «За любовь, за волю, здесь на Халхенголе обнялись с монголами русские сыны». «Кто автор?» «Автор, исполнитель песен, у него есть и казачьи песни, есть очень много песен про любовь, да, так что…» «Когда мы вам желаем не только вот успехов в походе, завершить его, сделать благое дело, но и каких-то творческих успехов». «Спасибо огромное». Елена Краснопеева, середина земли, Бурятия. Бурятию посетила популярный автоблогер Настя Туман. Сейчас девушка пробует себя в роли дальнобойщицы. А по нашей республике она прокатилась на Большегрузии. Какова цель ее визита и что удивило девушку, расскажет Андрей Слепнев. Настя Туман – популярный автоблогер. На своем ютуб-канале девушка успешно разрушает стереотип о том, что прекрасной половине человечества не дано разбираться в автомобилях. За ее творчеством следит более двух миллионов человек. «Сейчас у меня есть мечта, цель, которая меня вдохновляет, заряжает и придает мне сил. Она родилась в моей голове год назад и хотела сосуществить ее как можно скорее. Это покупка и перегон грузовика, тягача, самосвала из Китая». «Дальше у нас Шакман Х3000, полный привод. Вот так вот выглядит шаман самосвал». Девушка уже была в нашей республике. Этот визит стал третьим по счету. На этот раз Настя проехала по Бурятии на фуре. «Цель поездки была как раз-таки осуществить перегон грузовика, тягача из Китая по России. Но так получилось, что изначально должна быть финальная точка Санкт-Петербург, и не планировали заезжать сюда. Но вот финальная точка оказалась уже в Улан-Удэ. Поэтому вот буквально вчера я сдала тягач. Такие вот пироги». На ютуб-канале Настя про Бурятию выйдет отдельный выпуск. Девушка посетила наши авторынки и даже побывала на шоу каскадеров. «Многие думают, что Бурятия – это вообще где-то за границей. Тоже хотелось бы этот миф, так скажем, убрать. И вот там вот на шоу каскадеров вся команда каскадеров, увидев меня, признали, оказались также моими подписчиками, позвали прокатиться. И после этого получилось так, что обычно после шоу все подходят, как они говорят, фотографироваться с нами, а тут я все внимание сковала на себе. И получается так, что встреча с подписчиками не запланирована, но провели». Настя признается, что в Бурятии ей нравится еда, особенно наши бузы. Также в этот раз девушка приобрела национальный костюм. «Я нашла шикарное просто платье и шапку. Я говорю, точно это бурятское, не монгольское, очень потому что похоже. А он говорит, точно бурятское, все. Я авторынок Монголии снимала, поэтому уже как бы знаю. Этноцентр тоже интересный у вас здесь. Жаль, что мы не встретили настоящих кочевников». Осталось под впечатлением автоблогер и от людей, живущих в Бурятии. «Да, добрый народ. Добрые, отзывчивые. Особенно удивило более взрослое поколение, старшее. То есть часто бывает, в город приезжаешь, и они на камеру реагируют очень негативно. Типа, тут не снимай, тут не снимай. Я же говорю, вот эта бабуля, которая сегодня мне подсказала, где купить наряд. Она говорит, ты, дочка, если что, заходи. Я живу по такому-то адресу, чаек попьем с тобой. Я такая, хорошо. Ну вот. В общем, только положительные слова и впечатления ваши». Полная серия выпусков о поездке в Китай и по России начнут выходить на YouTube-канале «Настя Туман» с 25 августа по воскресеньям. Видео о Бурятии появится примерно в середине сентября. Андрей Слепнев, «Середина земли», Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Элисты. Спасибо, коллеги. А мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Середина земли» в студии национального телевидения «Калмыкия». Для вас работает Наталья Доржиева. Жители Калмыкии проходят диспансеризацию на рабочем месте. Нововведение 2024 года позволяет сделать медпомощь для сотрудников ближе и доступнее, а также существенно экономит время и способствует ранней диагностике заболеваний. Так, сотрудники Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи провели выездную диспансеризацию сотрудников Элиста-Водоканал, где трудятся 150 человек. Очень хорошо, что приехали на месте, потому что у нас специфика рабочих. Ну, трудно им оторваться, пойти в поликлинику, куда-то обследоваться. Это очень удобно, конечно. Помимо приема врачей-специалистов, сотрудники смогли пройти и лабораторные исследования, а также ЭКГ и флюорографию. Помимо этого, в рамках тематической недели популяризации активных видов спорта каждый заполнил анкету и получил консультацию по ведению здорового образа жизни. Конечно, это очень удобно. То, что предоставили медицинский персонал для диспансеризации, это, конечно, занимает меньше времени у нас. Наша работа связана с людьми, с потребителями. Мы заняты каждую минуту. И поэтому, конечно, у нас не остается времени как-то уделить своему здоровью. А сегодня вот приехала целая коллегия медиков, где смогут нас обследовать и как-то нам помочь поправить свое здоровье. Жители Калмыкии смогут увидеть всю красоту Дербента. Музей истории мировых культур и религий Дагестана открыл выставку графического искусства «Дербент. Городские этюды» в Национальном музее Республики Калмыкии имени Пальмова. Она проводится до 4 октября. Каждый посетитель сможет познакомиться с аутентичными мечетями, пройти по узким улочкам магалов, заглянуть в лавочку к торговцу, постичь мир, полный загадок и нераскрытых тайн, а также узнать, что означает название города Дербент. Особое место среди работ заняли изображения мусульманских священнослужителей. Авторами проекта «Дербент. Городские этюды» стали три дагестанских художника, которые вместе с группой учеников поселились в старой части Дербента и запечатлели его красоту. В экспозиции представлено более 60 работ 12 художников, которые создали серию графических рисунков, отличающихся совершенно новым взглядом на город, пережившим тысячелетие. Взаимодействие наших двух музеев, в принципе, началось, наверное, давно, когда открывался наш музей 10 лет назад. Небольшой отдел буддистской культуры, представленный в нашем музее, тогда посодействовали, предоставили экспонаты, которые экспонируются у нас. Сюда мы приехали первый раз, я думаю, что это будет такое начало долгого сотрудничества, также мы ждем с ответным визитом в наш город Дербент и в Национальный музей Калмаки. Работы представлены в разных техниках, здесь и графика, и акварель, и литогравюры, и печатная графика, так что очень много разных работ. Это все, о чем мы вам успели рассказать, а сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли». В студии телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Ключи от новых автомобилей вручили медицинским учреждениям Якутии. Новый транспорт получили 8 центральных районных больниц и якутская городская больница номер 3. С подробностями Вероника Таюрская. За последние годы в рамках национального проекта здравоохранения по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации построены новые фельдшерско-кушерские пункты, врачебные амбулатории и здания районных больниц. Сегодня, как раз по программе 2024 года, мы вручаем ключи от 14 автомобилей УАЗиков для наших больниц районных, для городских больниц. Помню, в первом квартале мы уже вручали 32 автообилей ключи. В этом году всего у нас 46 автомобилей. Считайте, что программа 2024 года выполнена. Обеспечение автомобилями районных больниц, в том числе и самокодаленных, является одним из направлений реализации национального проекта здравоохранения. Так, за последние годы было вручено более 200 комплектов ключей от автомобилей. Хочется отметить, что данное мероприятие в рамках реализации национального проекта здравоохранения, благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина и нашего главы Айсен Сергеевича Николаева. Данный автотранспорт будет использован для нужд первичного звена, то есть это для нужд наших специалистов, врачей. Ну, также они будут выезжать в лежащие населенные пункты при районе. Новые автомобили поступили в распоряжение медицинских учреждений Амгинского, Сунтарского, Нюрбинского, Усть-Майского, Верхневилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Миргинского районов и города Якутска. Все закупленные машины УАЗ будут применяться для обслуживания отдаленных населенных пунктов. В этом году получаем для детской поликлиники Амгинской ЦРБ отрадно, что мы ежегодно получаем данные автомобили, и это будет для нас помощью, для оказания медицинской помощи населению. Для нашей больницы она будет применяться в селе Табага. В Табаге у нас есть врачебная амбулатория, а именно для нужд врачебной амбулатории села Табага она и будет применяться. После торжественного вручения ключей от автомобилей глава Якутии совершил обход онкологического диспансера. А сыну Николаеву показали ангиографическое и МРТ оборудование. Так, последний является шестым в России и первым на Дальнем Востоке аппаратом с мощностью в три Тесла. Этот аппарат отличие в том, что здесь мощность три Тесла, это значит изображения более черткие, яркие, малые опухоли мы можем увидеть на начальных стадиях опухоли. Также мы можем исследовать малые метастазы в лимфоузлах. В рамках национального проекта здравоохранения открываются новые фильтшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также приобретаются автомобили для нужд районных и городских больниц. В столице Южной Якутии провели соревнования угольщиков. Каждый год на конкурсе профмастерства участники демонстрируют свои навыки. Подробности узнаем в сюжете. Профессиональная точность и идеально выполненное задание конкурса. Раздавить яйцо коронкой-рыхлителем многотонного бульдозера, не повредив при этом стакан, это показатель наивысшего мастерства владения техникой. Накопившийся опыт, который мы нарабатываем здесь на ГОКе. И мы тут показываем то, что умеем на тяжелой большой технике. За временем и качеством прохождения этапа следят эксперты. Тем временем зрители и болельщики поддерживают участников. В заключительном и самом зрелищном этапе конкурса профессионального мастерства на звании «Лучший по профессии» приняли участие машинисты гидравлического экскаватора, водители погрузчика, углевоза, бульдозера и автосамосвала грузоподъемностью 90 тонн. Мы проводим данный конкурс для объединения нашего коллектива. Для того, чтобы люди видели, как работают их отцы, приезжали дети, чтобы жены видели, где работают их мужья. И мы всегда рады видеть всех на нашей площадке, потому что мы все одна большая семья. Открытая площадка позволяет своими глазами увидеть, как профессионалы справляются с большой техникой. В каждом этапе засчитывается точность выполнения задания и время прохождения поставленных задач. Впервые в этом году прошел конкурс и среди шахтеров. Победители получили заслуженные награды и приятное дополнение к заработной плате. Параллельно проводился конкурс по подземных работникам. Соответственно, мы провели соревнования между тремя добычными участками для выявления сильнейших. Также провели, получается, среди проходческих бригад, также слесарная группа подземщиков, слесарная группа фабрик. Соответственно, сегодня их будем награждать. Среди участников как опытные сотрудники с многолетним стажем работы, так и молодые специалисты. Но все конкурсанты показывают высокий уровень мастерства, скорость и точность. Старался, билеты решал, как бы прореживал. Все получилось, лучшее время показал, первое место занял. Кроме победителей конкурса профмастерства в рамках мероприятия, организаторы отметили лучших участников по итогам традиционной летней спартакиады. Личное достижение и успех коллег вдохновляет угольщиков на новые победы. А массовость и зрелищность мероприятия привлекает внимание к профессиям в угледобывающей отрасли и повышает престиж и значимость горнятского дела. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Сила духа под таким названием Хангаласкому лусье на берегу реки Ботума прошли первые соревнования по туристскому многоборью на кубок нацпарка «Ленские столбы». В этом захватывающем событии приняли участие 18 смельчаков из разных уголков республики, которые испытали свои силы в условиях дикой природы и поборолись за главный приз – 100 тысяч рублей. Рассказывает Виолетта Засимова. В первый день участники сразу же вступили в борьбу за команду. Им предстояло пройти пешим ходом дистанцию от федеральной трассы Лена до Кордона, 34-й километр реки Ботума. Лучшее время показал участники Статинского улуса Власий Вердылин. За ним финишировали Сергей Олесов из Хангаласского улуса и Георгий Кардашевский из Верхневилюйского улуса. Все трое были назначены капитанами своих команд. Дорога скользкая, травмоопасная, везде камни. То есть это, если по уровню опасности, то, наверное, 8 баллов из 10, думаю. Это что-то похожее на горный такой маршрут. Ну, первые сложности – это была глина. Скользко было, слишком скользко. И во-вторых, это каменистая почва. Слишком большие камни. А чуть гольностоп не повредил. Ну, я парень деревенский, поэтому привык к таким условиям. Всегда хотел поучаствовать, попробовать себя. И вот пришло время. Последующие дни команды сразились в таких испытаниях, как сплав на катамаранах, ориентирование на местности, ловля рыбы и другие. В конце каждого дня подводились итоги, и команда, набравшая наименьшее количество баллов, выбывала из гонки. Когда осталась лишь одна команда, началось личное первенство между ее членами. В финальной битве встретились участники команды Боатурдар. Им предстояло выполнить ряд испытаний. Устоять на одной ноге на пеньке, удерживать мешок с половиной своего веса, собрать и разобрать палатку и спальник, испробовать живых лягушек и дождевых червей и удержать кружку с водой на вытянутой руке. Самой стойкой оказалась Лилия Варламова из Мегина-Кангаласского улуса, которая завоевала кубок нацпар-коленские столбы и денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей от Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики. Очень классно отдохнули, очень классно соревновались. Прям как будто не неделя, а один день. Все прошло как один день. Да, я была прям нацелена на победу. Я этому очень сильно рада. Спасибо большое. На закрытии соревнований присутствовали директор нацпар-коленские столбы Аркадий Семенов и министр предпринимательства торговли и туризма Якутии Тимур Ханды. Они отметили необходимость проведения данного мероприятия и в следующем году. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. Домой с победой в городе Тамот завершился фестиваль авторской песни «Берег дружбы», который собрал множество талантливых исполнителей и любителей музыки со всей республики, что стало для них приятным завершением этого музыкального праздника, расскажет Дарья Короленкова. Приезжайте к нам в Тамот, здесь живет волшебный кот. Три фестивальных дня пролетели как один миг, оставив после себя незабываемые впечатления и новые знакомства. На закрытии фестиваля традиционным мероприятием стало проведение пресс-конференции, где участниками были озвучены предложения к проведению следующего фестиваля. Ничего особенного не просили, кроме того, чтобы фестиваль продолжался, чтобы обязательно сделали, конечно же, книгу по итогам, да, или журнал, который по итогам каждого года, чтобы выходил, диск с песнями лауреатов, да, чтобы каждый год можно было прослушивать, да, диск. Это легко сделать, потому что половина уже пути пройдена. Найдется такой добрый человек, заинтересованный, болеющий тоже фестивалем, как мы им болеем, который владеет интернет-техниками, то очень просим его найтись, чтобы сделать ютуб-канал. Всего 84 участника были отмечены сертификатами и памятными подарками. Один из них – Артем Егоров, который не только стал лауреатом первой степени среди младшей возрастной группы, но и получил возможность в следующем году быть членом жюри фестиваля «Котофейский» в 2025 году. Ощущения безграничные. До сих пор не могу поверить, что я член жюри. В следующем году я буду оценивать своих ровесников и вообще, как член жюри по взрослому. Фестиваль. Классно, но жалко, что только три дня. Хотелось бы, чтобы неделю был. Буду только в этой шляпе вам до свидания ходить. На закрытии фестиваля юные артисты также получили награды, открывающие им двери для участия в будущих кастингах на других фестивалях вне республики. Гран-при детского фестиваля старшей группы вручили Анне Дубовой. Я очень волновалась. Хоть мне сказали, что вчера не было видно, что я тряслась, но у меня тряслись все конечности. Поеду в Куйбышев на фестиваль «Люди мои дорогие». Здравствуйте, люди мои дорогие. Здесь очень такая семейная обстановка, природа. Нет связей, поэтому ты отвлекаешься на телефон, а вот наслуждаешься природой. Костер зажигает. Это очень классно выглядит. Фестиваль «Берег дружбы» снова показал, что музыка объединяет сердца и создает крепкие дружеские связи. Организаторы и дальше будут стремиться к тому, чтобы каждый новый фестиваль становился еще ярче и интереснее, привлекая все больше талантливых исполнителей и благодарных зрителей. Ведь с августа 2024 года он будет проводиться на республиканском уровне ежегодно. Дарья Короленкова, Ренат Нахиев, Томот. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово международному блоку новостей. Здравствуйте, коллеги! В эфире международная информационная программа «Середина Земли». О самых интересных новостях в Монголии расскажу вам я, Энхболт Мунхбайяр, в эфире «Аист Глобал». Аллеи как символ памяти. Военнослужащие России и Монголии высадили деревья в честь юбилея битвы на Холхенголе. Подробности далее. Армия России и Монголии назвали новую аллею «Аллеей дружбы». Мереприятие состоялось на полигоне Чебалсан в рамках международного учения «Серенга-2024». Военнослужащие двух стран высадили 85 саженцев в СЭКО и в честь 85-летней годовщины победы советско-монгольских войск в боях на реке Холхенгол. Победа наших войск на реке Холхенгол серьезно повлияла на события первых месяцев Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем дело наших предков. Творим исторические события, которые разворяются прямо на наших глазах и с нашим непосредственным участием. Желаю всем участникам мероприятия здоровья, долголетия, счастья и мирного неба над головой. Спасибо. В торжественном мероприятии также приняли участие первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Монголии Усух Бояр, помощник командующего войсками Восточного военного округа по военному международному сотрудничеству Иван Тараев, а также офицеры штаба и военнослужащие группировок вооруженных сил Монголии и России. Более того, проведя данную акцию, военнослужащие двух стран внесли свой вклад в монгольский национальный проект «Миллиард деревьев». Это программа по восстановлению и развитию таежного леса и озеленению страны. Данный проект организован в целях борьбы с опустыниванием, сообщили в Восточном военном округе. В Монголии впервые создали мобильную парикмахерскую для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья. О том, как работает социальный бизнес в нашем сюжете. Идею воплотил стилист Энхтушин. Он с 2011 года осваивает разные техники стрижки, волос и на сегодняшний день у него уже более 300 учеников. В Монголии эта услуга стала популярной, так как большое количество людей не могут самостоятельно дойти до парикмахерской. Изучив сервисы мобильных перевозок и доставок, Энхтушин решил организовать первую Монголию мобильную парикмахерскую. А я не привезу эти овцы. Это пожалели люди, ветераны и инвалиды. По сравнению с салоном у меня больше посетителей, ведь я могу остановиться на дороге и постричь. В день у меня более 10 вызовов, и я уже работаю почти два месяца. Для реализации данного проекта Энхтушин объединился со своим другом, и они вместе переоборудовали микроавтобус. В общей сложности на это ушло более 40 миллионов тугриков. Стоимость услуги мобильной стрижки небольшая, всего 20 тысяч тугриков. Если нет текущих вызовов, то мастерская стоит на перекрестках с большой проходимостью. На этом у нас все. Увидимся через неделю. Передаю слово своим коллегам из Китая. Добрый день. Приветствую зрителей международной информационно-аналитической программы «Середина земли». С вами Сянжунань из пекинской студии телеканала СИЖТН. В Китае популярны разные виды спорта. Сегодня граждане отдают предпочтение каякингу, ставшему доступным во многих городах и регионах. И в этом кроется секрет резкой популяризации активного отдыха в Китае. Люди разных возрастов осваивают искусство управления маневренными лодками. Команда СИЖТН посетила шанхайский спортклуб. Не ради олимпийских рекордов, а ради собственного удовольствия. Каякин в Китае настолько популярен, что видеоролики, посвященные этому виду спорта и туризма, набирают более миллиарда просмотров. Многие века назад на подобных лодках ездили на рыбалку эскимосы, а теперь тысячи людей ищут на каяках острых ощущений, которые помогают снять стресс и расслабиться. Сначала я узнала, что плавать на каяках весело, потому что там очень удобно находиться на воде и можно расслабиться, когда дует ветер. А когда мы будем усердно учиться в школе, у нас будет свободное время, чтобы покататься на каяках, и я смогу справиться с нагрузками. Так, катаясь на каяках, я чувствую себя намного лучше. Поскольку плавание на каяках – это возможность понижиться на воде под лучами солнца, это делает детей более общительными. Помимо одиночного плавания на каяках, есть также парные и групповые, где дети могут значительно улучшить навыки командной работы и общения. Каякинг появился в Китае не так давно. Сначала как олимпийский вид спорта. Но теперь плавание на этих небольших лодках стало поистине массовым увлечением. Мы обучили более двух десятков школ в Шанхае водным видом спорта. Преимущество каякинга в том, что здесь практически не бывает травм и начать заниматься очень легко. Вам просто нужно сохранять равновесие, и вы сможете очень легко управлять каяком. В этот шанхайский клуб покататься на каяках записались почти 20 тысяч человек, и их число продолжает расти. Каякинг – один из самых демократичных видов спорта для всех возрастов и разных целей. Кто-то готовится преодолевать преграды на горных реках, кому-то просто приятно отправиться в такое путешествие по воде, чтобы насладиться солнечной погодой и пейзажами вокруг. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина Земли». Субтитры создавал DimaTorzok